Люди спасающих профессии, они мешают планам Творца, то есть они же решают, кому жить, кому нет. Если человек попадает в какую-то ситуацию, соответственно, он попал не просто так, а тут кто-то приходит и вмешивается в этот сценарий. Ну, его же судьба получается вмешаться, правильно, раз он это увидел. Во-первых, это очень тяжёлая профессия, тут мы никого не удивим, ничего нового не расскажем. Ну, да, профессия — это тяжёлая и достаточно такая забирающая. Хотя, может быть, есть те люди, которые, наоборот, радуются, когда они могут помочь. Опять же, да, одному человеку хорошо в такой профессии работать, другому как бы не очень хорошо. В общем, и целому, создателю они точно не мешают, и Богу они точно не мешают. Есть такое мнение, что на самом деле как раз эти люди и придумывают эти проблемы. Ну, типа, если бы не было врачей, не было бы больных. А как думаешь, наступит ли то время, когда люди отойдут от медицины и, например, будут жить чисто на психосоматике? Я думаю, что уже сейчас такое время набирает обороты, когда ценятся не просто врачи, а те, кто могут твоё здоровье уже сейчас не исцелять, а укреплять, улучшать. И через какие-то механизмы, через какую-то компенсацию и плюс разговор делать человека ещё мощнее, ещё здоровее. Ну, например, женщинам тяжелее подкачаться до какого-то красивого рельефа, чем мучения. А с какими-то там, не знаю, бадами или ещё с каким-то пониманием, как это делать, это было бы проще. Я думаю, что мы движемся к этому потихонечку, уходим от страданий. А вот то, что касается тебя, ты принимаешь, допустим, в случае головной боли таблетки? Или ты обращаешься куда-то внутрь себя, ищешь причину и прорабатываешь её? Ну, я такая, ну, у меня нет головной боли. Ты знаешь, я могу и так, и так сделать. Чисто стараюсь из принципа, пока могу ничего не принимать. Но иногда, ну, врать не буду, иногда бывает, что что-то могу принять, если прям совсем не могу, ну, что-то невыносимое. А психосоматику? Ты в неё заглядываешь? Да, конечно. То есть ты с ней работаешь? Ну, вот, например, как бывает приступ боли, там, например, у меня вот на болиатит был, ухо очень сильно болело. И там бы, что бы я себе не представляла, почему это произошло, пока там есть воспаление, это очень сильная боль была. И, ну, я приняла там таблеточку, да, и нормально стало. Но если сравнивать, сколько я принимала таблеток до пробуждения и после, это вообще несравнимо. До пробуждения я постоянно была в панических каких-то, ну, в таких состояниях, как будто бы, ну, вот что-то происходит, у меня и панические атаки были, и там, ну, всё. И мне, как бы, я просто не понимала, что со мной происходит. А когда я разобралась, ну, всё постепенно прошло. И стараюсь, ну, как бы вообще избегать этого, насколько возможно. Есть ли что-то, о чём тебе нельзя рассказывать? О каких-то знаниях, недоступных, там, большому количеству людей? Что-то, что секретно, о чём ты никогда не заговоришь? Мне кажется, нет. Но я не помню, я не знаю такого. То есть я сейчас не могу вспомнить чего-то прям такого. Мои какие-то личные опыты, но они не имеют отношения к магии, да. Какие-то мои, там, индивидуальные переживания, может быть, какие-то я не готова рассказывать. Но, в общем и целом, может быть, не готова рассказывать то, что касается других людей. Но вот именно, что есть какие-то знания, наверняка они есть, какие-то такие знания, которые никому нельзя давать. Но такая, может быть, я таких не знаю, знаний просто. Я же всё-таки не совсем какой-то маг-колдун. Я как бы просто своим опытом делюсь. Это что-то такое, что мы никогда не видели. Вы можете вообще всё из этой позиции. То есть вы можете влиять на весь мир. То есть все программы, все установки, всё, что положено, она как бы сразу сводит на нет. Почувствуй, как ты медленно-медленно начинаешь повзлетать. С двух сторон от него стоят два ангела. Они смотрят на тебя. И почувствуйте, как она трансформирует все клетки вашего тела. То есть это не демоническая природа, а та природа, которая защищает. Но когда она начинает защищать, тут уже лучше прятаться. То есть у неё есть ключи от всех дверей и всех направлений, которые вам могли бы быть нужны. Непонятная для ума, но очень близкая, чувственная. Вот прямо сюда. Это просто фантастика. Танюша просто космический человек. Это вообще одна с другой планеты. Вообще это бесценное знание, которое даёт Таню. Вот приходите обучаться, познавать себя и через себя открывать новый мир. Субтитры создавал DimaTorzok